Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Он сказал «поехали» и махнул рукой. На орбиту отправился первый российский скайбот. Самара ставит рекорды. На набережной развернули самый длинный российский флаг. Памятник легендарному Мучилову установят в Самаре в ноябре. Губернатор и мэр проверили, как идет благоустройство проспекта Металургов. На минувшей неделе с космодрома Байконур совершен успешный запуск. Впервые в связке на орбиту отправились корабль «Союз МС» и ракета «Союз-2.1А». Эксперты заявили, этот старт был в два раза сложнее, чем все предыдущие. Тем более, что в кресле космонавта робот Федор. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал на РКЦ «Прогресс» и поздравил коллектив с успешным испытательным пуском. Подробности в нашем следующем сюжете. Поехали. Поехали. Он сказал поехали и махнул рукой. Первый российский скайбот отправился на орбиту, произнеся легендарную фразу Юрия Гагарина. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал на РКЦ «Прогресс». Руководитель госкорпорации поздравил коллектив предприятия с успешным испытательным пуском. Впервые в связке на орбиту вместе отправились корабль «Союз МС» и ракета «Союз-2.1А». На МКС робот Федор доберется 24 августа. Планируется, что он вернется на Землю после того, как проведет несколько экспериментов. Это первый этап роботизации отечественного космоса. Если он пройдет успешно, следующее поколение роботов сможет работать и в открытом космосе. Не только робот Федор придает уникальность запуску. Впервые в космос отправилась российская связка ракет, где не используется украинская система управления. Успешный пуск в том числе и показатели развития завода «Прогресс». Это предприятие «Флагман». Флагман не только для России, но флагман для всей Самарской области, безусловно, вне зависимости от отраслей. И каждый житель региона очень большим участием наблюдает за тем, как развивается предприятие. Радуется победам, переживает, когда есть какие-то сложности. Во время визита в Самару глава Роскосмоса вместе с руководством региона обсудили на прогрессе создание ракеты среднего класса «Союз-5», которая сможет выводить на орбиту до 17 тонн грузов. Частично она уже передается с цеха. Отчасти крупногабаритные вещи вы здесь можете наблюдать. Здесь визуально уже видно четыре обечайки. В цехе можно видеть еще работы по отдельным станкам по формированию секторов под обечайки. Нами закуплен весь металл на экспериментальной установке, которую мы планируем в ближайшие несколько месяцев сформировать. «Союз-5» станет одним из модулей сверхтяжелой ракеты, которую планируют создать к 2028 году. Лариса Шлафаст, События. В Самаре в честь Дня российского флага установили новый рекорд, накрыв набережную Волги самым длинным в стране триколором. Масштабная акция собрала более 250 волонтеров и зрителей. На праздники побывала наша съемочная группа. Подготовка к рекорду на второй очереди набережной у памятника князю Засикину стартовала задолго до начала масштабной акции. Чтобы развернуть огромное полотнище, волонтеры съехались со всех уголков Самарской области. Триколор длиной 1012 метров и весом более 450 килограммов растянули от полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. В этот день в Самаре праздновали сразу два знаковых события. День государственного флага и первый запуск пилотируемого корабля на ракете «Союз-2.1А», сконструированной в Самаре. Раньше его запускала ракета предыдущего поколения. Поздравить самарцев с праздниками пришли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Дорогие самарцы, я от всей души поздравляю вас с праздником, с днем российского флага. Флаг, гимн, герб – это символы нашего государства, нашей российской нации. Символы, которые объединяют нас на протяжении столетий. Символы, ради которых люди, наши сограждане отдавали жизнь. Символы, которые вдохновляли и вдохновляют на ратные и трудовые победы российский народ. Дмитрий Рогозин рассказал, что на корабле, устремившемся в космос, был размещен российский триколор. А проводить рискованные для человека эксперименты в космосе отправился робот Федор. Сегодня день у меня в жизни особенный. Я сегодня начал этот день с поздравления самарцев. И я сегодня этот день завершаю с поздравления самарцев. Начал я этот день на Байконуре. Мы сделали очень важный шаг к освоению космоса, где человекоподобные, человекообразные роботы российского производства, умные машины начинают заменять человека в условиях повышенного риска. И хочу сказать, что это тоже рекорд. Ну а что касается дня флага, сегодня на корабле, который устремился в космос, был поднят и флаг России. Российский рекорд фиксировали с помощью специального помощника. Так называется геодезический приемник с GPS. Помимо него с высоты птичьего полета за праздником наблюдал квадрокоптер. Официально огласить длину флага доверили двухкратному рекордсмену Книги рекордов Гиннесса и Книги рекордов России Александру Дубровину. Мне очень приятно фиксировать в одном из любимых моих мест в стране. Данный рекорд не оспорит никто. Там такой запас был, что еще и на два рекорда хватит. Ну а тем не менее, рекорд – самый длинный флаг в России. С результатом – 1012 метров. Официально объявляю зафиксированным. Рекордсмен – Самарская область. Ну а для вручения диплома я приглашаю Дмитрия Игоревича Азарова. Самый длинный флаг страны сразу же после праздника стал экспонатом музея имени Петра Алабина. Завершился день российского триколора в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра «Пластилиновый дождь». Установить памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочелову планируют в ноябре этого года. Изначально с инициативой выступили жители Кировского района. Глава Самары Елена Лапушкина идею поддержала. Сейчас на бульваре металлургов работы по благоустройству в разгаре. Укладываются ли подрядчики в срок и где именно будет располагаться будущий памятник, выяснила наша съемочная группа. Рабочий визит в Кировский район губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина начинают с посещения легендарного Самарского металлургического завода. Это крупнейшее предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов для авиационной, космической, судостроительной и автомобильной промышленности. Модернизация кузнечного производства, которое в этом году отмечает 60-летие со дня создания на заводе, позволила изготавливать уникальные титановые штамповки, создать более 100 рабочих мест. После осмотра цеха прошло совещание с руководством предприятия и ветеранами. Обсудили благоустройство бульвара на проспекте Металлургов и установку памятника легендарному Павлу Мочелову. С инициативой увековечить его память выступили ветераны. И самое главное, что он заложил завод, заложил соцкульпт, 5-10-е. А самое главное, что он заложил возможность все совершенствовать. Та инициатива, которая выдвинута по установке памятника Мочелову, она, конечно, тоже крайне важна. Я уверен, что мы с этой задачей справимся. Новый памятник появится на площади перед Домом культуры Металлург. Собственник здания обещает обновить фасад уже к 1 сентября. Отдельная тема – рынок по соседству. Его планируют убрать в следующем году, как только закончится договор аренды. Хотим расторгнуть завод. И как? Что дальше по этой территории? Ну, еще пока не будет. Давайте с районными властями пообсуждайте. Понимаю, что все это надо на что-то содержать. Понимаю. Дайте предложение, чтобы вы достойны с точки зрения этой территории. Но в то же время вы какой-то доход имели. Дайте предложение. Хорошо. Новый облик обретает и бульвар Металлургов. Это территория победителей рейтингового голосования, которое проводили по программе формирования комфортной городской среды. За ремонт этой территории проголосовали 15 тысяч самарцев. При этом жители выступили за сохранение концепции бульвара. Сейчас здесь меняют асфальтовое покрытие, укладывают плитку и газоны, меняют освещение, устанавливают новые лавочки и урны. Жители уже замечают положительные изменения. Бульвар Мочилова, он должен быть бульваром, а не просто там вот киоск наставить здесь. Сейчас, смотрите, такие скамейки ставят, плитку выложили. Мы довольны. Да все вот, все абсолютно приходим и смотрим. Территорию уже расчистили от незаконных объектов потребительского рынка. Также подрядчик приводит в порядок фасады зданий. С первого этажа мы максимально приведем в порядок. Есть договоренность с юридическими лицами, с владельцами, которые располагаются у нас на первых этажах, что они приведут по краю, приведут в нормальное состояние свои фасады. По капитальному ремонту всех фасадов будем обсуждать с фондом капитального ремонта, насколько это возможно заложить на следующий год. Полностью завершить ремонт бульвара должны к первому сентября. Установка памятника намечена на начало ноября. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Новый Самарий – новая школа. Глава города Елена Лапушкина встретилась с жителями микрорайона, чтобы рассказать о строительстве учебного заведения. Когда дети из Красногринского района смогут ходить в новую школу, расскажет Анатолий Головко. Лучшее оборудование и сильные педагоги. Уже совсем скоро в Новой Самаре начнут строить школу, которой нет аналогов в России. Для возведения объекта разработали уникальный проект для конкретного микрорайона. Новая школа будет рассчитана на 1200 мест. Дети смогут учиться в одну смену. Февраль 2021 года – это завершение строительства. То есть мы планируем, что к 1 сентября 2021 года школа будет абсолютно готова. И учебный процесс будет начат. У местных жителей и городских властей не осталось разногласий по строительству дороги. Кроме того, самарцы не стали протестовать против вырубки деревьев. Это необходимо для того, чтобы расчистить площадку под учебное учреждение. Деревья мы с вами можем посадить всегда. К огромному сожалению, школу мы не всегда с вами можем построить. У нас с вами есть уникальная возможность подкрепленное финансирование всех бюджетов на строительство действительно качественной, хорошей школы. Инициативная группа поддержала Елену Лапушкину. Местные жители поблагодарили мэра за плодотворную работу и чуткое отношение к проблемам горожан. Мы бы хотели сказать спасибо за ваше внимание к нам, что вы наши просьбы, чаяния всегда таким большим коллективом обрабатываете. Нам это тоже как жителям очень приятно. Мы видим ваш отклик от властей, чувствуем вашу поддержку. Спасибо. Напомним, что дорогу в Новой Самаре должны построить до конца 2019 года. Школу сдадут в эксплуатацию в 2021 году. Молодых мам с детьми также интересовал вопрос медицинского обслуживания и строительства детского садика в микрорайоне. Мэр Самары пояснила, что эти вопросы сейчас прорабатываются совместно с областным правительством. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. Четыре мазутных озера в Кировском районе Самары продолжают доставлять неудобства местным жителям. В селе Падовка полигон промышленных отходов существует еще со времен войны. С каждым годом соседство с ним все более неприятное. Из года в год происходят регулярные пожары. На минувшей неделе там горело 400 квадратных метров. Елена Малютина побывала на месте. Эти озера называются мазутными и полностью соответствуют своему имени. Берег к берегу, как братья-близнецы, они находятся рядом друг с другом. На грязной красной воде толстая черная пленка, бочки, разрушенные мостки, а по берегам внушительные мусорные кучи. Полигон промышленных отходов в селе Падовка существует с 42-го года. В 2013-м был закрыт, исчерпал свои ресурсы. Четыре мазутные озера каждой площадью в гектар остались. Выгребная яма переработанных нефтепродуктов загорелась около полудня. Огонь распространился на 400 квадратных метрах. Местные жители рассказывают, такое соседство опасно. Из года в год здесь регулярно происходят пожары. А дым сильный был оттуда. Озера там есть. Много машин было. Каждые два года. А как вы думаете, почему такое происходит? А там много кто ходит, они же неохраняемые. Там и дети бегают, и цыгане там есть. Малолетки бегают, поджигают. Дым здесь, говорят, стоял черный, страшный. Я не выходила на улицу. На место прибыли 28 сотрудников пожарно-спасательного подразделения по повышенному рангу опасности и 11 машин спецтехники. Тушили огонь несколько часов. Пожар был полностью ликвидирован в 15 часов 35 минут. Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения пожара на населенные пункты и строения допущено не было. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. А пока местным жителям остается только надеяться, что в ближайшее время их неприятное соседство закончится и озера будут рекультивированы. Елена Малетина, Константин Головин. События. Комфорт, удобство и безопасность – все это про новые автобусы, предназначенные для перевозки школьников из отдаленных районов Самарской области. Анатолий Головко пообщался с водителями, которые получили ключи от транспортных средств, оборудованных по последнему слову техники. Эти автобусы оснащены всем самым необходимым. Современная система безопасности – глонасс, топограф, удерживающие ремни и удобный стеллаж для перевозки личных вещей. Преимущество новых автобусов успели оценить и водители. Один из них – Владимир Лисицын, который сидит за баранкой уже 8 лет. По его словам, главный плюс современных машин – пассажирские кресла. Ремни безопасности смогут удержать любого ребенка в случае ДТП или экстренного торможения. Здесь ремни безопасности совсем другие. Вот они какие. А предыдущие были только поясничные, а это уже идет на грудные. Наталья Колобекова приехала в Самару из Чапаевска. Там она руководит образовательным учреждением для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них новый транспорт жизненно необходим. На вооружении школы уже есть автобус. Теперь автопарк пополнит и новая «Газель», рассчитанная на 10 воспитанников. Новая «Газель» для нас большое подспорье. Маршрут для которого уже давно был продуман. И на сегодняшний день мы полностью справляемся с поставленной задачей, с подвозом наших воспитанников. Руководители образовательных центров получили ключи от автобусов из рук главы региона Дмитрия Азарова. Губернатор поблагодарил педагогов за их ежедневный труд и пожелал учителям успехов в новом учебном году. У нас ежедневно, по-моему, порядка 17 тысяч детей подвозятся в школы на школьных автобусах. И, конечно же, приоритет наш главный – это, в первую очередь, безопасность транспортных средств, как безопасность и в самих школах. И это, конечно же, комфорт. Напомним, правительство Самарской области закупило 69 автобусов в преддверии нового учебного года. На это потратили 135 миллионов рублей из регионального бюджета. Транспорт будет курсировать по 83 маршрутам и перевозить до 1969 детей ежедневно. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. В парке Гагарина отремонтировали баскетбольную площадку, которая давно была в аварийном состоянии. Теперь на ней можно тренироваться и проводить соревнования. Где еще в городе появятся такие спортивные объекты, узнал Никита Борисов. Андрей Ширкин много лет профессионально играл в баскетбол. Сейчас представляет Самарскую область в турнирах 3х3. Рассказывает, раньше баскетбольная площадка в парке Гагарина была в плачевном состоянии. Приходилось самому ремонтировать покрытие и закреплять кольца. Андрей радуется. Теперь ничего не будет отвлекать от игры в баскетбол. Покрытие очень универсальное. Это резиновая крошка, очень качественная. В отличие от того, что здесь было сделано раньше, сейчас отличное качество. То есть безопасно, приятно, комфортно. Новую площадку с удовольствием осваивают ребята, живущие неподалеку. Они уже приступили к тренировкам. Радуются. Покрытие из универсальной резиновой крошки снижает риск получения травм. Стойки для колец сделаны на расстоянии от заборов, чтобы после прыжка у баскетболистов было место для приземления. В вечернее время для комфортной и безопасной игры будет включаться освещение. И знаете, душа радуется, когда мы вытаскиваем наших детей из каких-то проблемных мест на такие площадки. Вот это, пожалуй, это самое главное. В Самаре к первому сентября появятся еще две спортивные площадки. Их построят в парках Воронежские озера и Дружба. На средства нацпроекта «Демография» Самарская федерация баскетбола при поддержке правительства Самарской области. Такую замечательную площадку сегодня открываем, на которой и ребята, и не только дети, но и взрослые спортсмены смогут каждый день приходить, тренироваться. 30 августа на площади Куйбышева пройдет баскетбольный турнир «Три на три» Самара-Опен. Гости смогут не только поболеть за любимые команды, но и принять участие в соревнованиях для болельщиков, встретиться со звездами баскетбола и кино, а в завершении дня увидеть большой концерт с участием известных музыкальных исполнителей. Никита Борисов, Василий Калдашов. События. Поймать как можно больше рыбы за пять часов – такая задача стояла перед участниками акции «Рыбалка без границ». Ее участники – люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны и пенсионеры. Как опытные рыбаки, так и новички. За соревнованиями наблюдала мэри Елчан. Честно говоря, я не понимал, что такое раньше. Но сейчас это затягивает. Это не просто спорт. Это какая-то философия. Впервые в руки удочку Алексей Блинков взял три года назад. С тех пор они неразлучны. За это время он успел усвоить для себя пару важных правил. Любая рыбка любит червя, потому прикорм должен быть свежий. На соревнования по спортивной ловле, поплавочной удочкой «Рыбалка без границ» участвует не первый раз. Говорит, с каждым годом от проведенного здесь времени получает все больше удовольствия. Чудесно отдохнули. Ну, неважно, мы там поймали много рыбы, не поймали. Но ухи поели? Ну, ухи обязательно. Но здесь не в ухе дело. Да мы на природе отдохнули. Мы остальное время уже с такой бодростью провели это время. За активный отдых на природе и Александр Лисенков. Мужчина с самого детства увлекается рыбалкой. Рассказывает, никогда еще не возвращался без добычи. Самый большой его улов был 24 килограмма. У каждого рыбака свой подход к ловле. Например, Александр включает музыку погромче и танцует. Говорит, вопреки расхожему мнению, обитатели речной фауны любят не тишину, а хорошую музыку. Я в лодке прям танцую. И все, кто едет, плывет, на меня там рыбки не продашь. Я говорю, подплывай. За пять часов поймать как можно больше рыбы. Около ста участников соревнований. Люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны и пенсионеры. Здесь как маститые рыбаки, так и новички. В этом году соревнования прошли в селе Александровка, Кенель, Черкасского района Самарской области. Еще великий русский писатель Антон Павлович Чехов в своих воспоминаниях признавался. Сидеть на берегу с удочкой так приятно, что и выразить не могу. Так вот, для того, чтобы ваша рыбалка стала приятно проведенным досугом, надо тщательно к ней подготовиться. По словам добытчиков, подготовка к рыбалке требует не меньше времени, чем сам процесс. Во-первых, нужно подумать о подходящей наживке. Кто-то сам копает червей, готовит прикормку, например, варит кашу, а кто-то покупает все в специализированных магазинах. Хочется что подчеркнуть, что у нас здесь как и командные есть зачеты, да, и личные проводятся в нескольких номинациях. Самый большой улов командный, самая крупная рыба у кого-то лично пойманная, самый экзотический улов, потому что бывает, что, допустим, кто-то поймал рака или наоборот маленького малька. Победители соревнований «Рыбалка без границ» выбирают жюри, рыбу участники забирают домой, а на поляне состязания организаторы кормят всех ухой. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. В Самаре появился филиал Третьяковской галереи. Директором назначен Михаил Савченко. Ранее он возглавлял музей Модерна. Перед руководителем самарского филиала стоит амбициозная задача. За два с половиной года восстановить фабрику-кухню, где и будет находиться филиал галереи. Первый ее арт-объект уже появился. Валерия Куценко расскажет подробнее. Взаимодействие энергии, науки и технологий. Именно эту идею хотел выразить в своем арт-объекте московский художник Миша Мост. Это не первый его проект в Самаре. Чтобы разрисовать целую подстанцию, художник использовал более 60 цветов и 30 флаконов краски. Также в работе он внедрил два шрифта в виде знаков энергии и электричества. Как говорит сам Миша Мост, это его реверанс авангарду начала 20 века. Я надеюсь, что эта работа положит начало облагораживанию близлежащего участка, включая сквер. И я надеюсь, что люди сюда будут приходить чаще. Просто это первая работа, которая здесь появилась. Очень часто, когда появляется какая-то художественная работа, там паблик-арт, так назовем это, в общественном пространстве, вокруг нее начинает меняться атмосфера. И если вы там гараж ржавый, вдруг покрасите в розовый цвет, у него там вокруг все может поменяться вообще. И люди перестанут мусор выкидывать, может... Вот. Ну, то есть, это все про культурную среду. Подстанция, ставшая полотном для мурала, так называется большой граффити, находится недалеко от будущей Самарской Третьяковки. Ее планируют открыть в пока пустующем здании фабрики кухни, завода имени Масленникова. В своей работе Миша Мост вдохновлялся стилем этого объекта, советским конструктивизмом. Галерею обещают открыть в конце 21-го года. Директор самарского филиала Михаил Савченко говорит, в жизнь музея будут вовлечены художники не только Самары, но и других городов. В конце этого года у галереи появится концепция, и станет ясно, как она будет работать и какие проекты стоит ожидать. Эта территория тоже изменится, и вот этот забор, который здесь сейчас есть, он будет прозрачный, и мы будем оттуда, с территории фабрики, видеть прекрасный сквер и благоустроенную площадку с объектами современного искусства здесь, и жители ближайших домов, которые тут появляются в большом количестве, смогут здесь проводить время. Начало уже положено. Идея сделать из подстанции арт-объект пришла руководству сетевой компании, которая будет снабжать электричеством будущую галерею. Спасибо Третьяковской галерее за то, что они, так скажем, откликнулись на нашу инициативу, за то, что подобрали художника и производят курирование росписи этого объекта. Сквер планируют сделать, поэтому будет некий объект, строительный арт-объект какой-то, готовы в нем поучаствовать, если администрация города, так скажем, поддержит. Замечательно, что к нам приезжают художники из других городов, которые позволяют обыграть эти вещи. И многие обыденные объекты, обыденные трансформаторные подстанции могут стать предметами искусства. Как любой, наверное, руководитель органов местного самоуправления, я очень хочу, чтобы у нас таких объектов становилось больше. Нас на это ориентируют и нацпроекты, формирование комфортной городской среды. В скором времени вместо зарослей здесь разобьют сквер и поставят арт-объекты, которые будут заряжать своих зрителей на новые идеи. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хорошего настроения и отличных выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!